не удается простить персики пробовать все сорта из магазина удачно было только два раза но при пересадки погибли подводить для персика изобрекольцев будет готов только через год вопрос можно ли сейчас привить черенки персика что возьму у соседа на корневой отводке сливы и черешни которые у меня в изобилии огромное спасибо так насколько я знаю черешник корневых отводков не дает хотя может быть у меня не дает у вас дает но через не исключите персик черешня это как это волк с кобылой давайте так корневые отводки сливы прекрасно годятся для того чтобы вы на них разместили черенки персика чтобы сохранить их а дальше варианты оставить перенести и так далее спасибо за советы так виноградов ответил почти тоже самое кострома юрий железов мой брат привет братиша так виноградов плюс 14 курган владимирская область белгородская область казахстан как всегда италия парина на карантине ну поэтому надо заниматься учебой пока на карантине здравы будете вы тоже но это еще не весна но это еще не весна но уже хорошее и вы его потом возьмете срежете и еще раз перенесете то есть допустим вы очень цените именно вот это двух трехлетний дерево другой вопрос а надо ли это делать если у него уже сердцевина гнилая но для этого несколько причин скорее всего не жилец зачем все убрать где-то потомство так а может он гнилая сердцевина только потому что был неправильно посажен ну и наша песня хороша начинать с первого вебинара я уже не буду вы надеюсь меня поняли так кемеровская область семена пирамиды хранились в особых условиях сами пирамиды есть концентрат на энергию космоса да вы пожалуй правы алексей почему потому что я пирамидами занимался только так что у меня было в виде пирамиды шингитовая пирамида вручная невероятное качество дает невероятное то есть я зауважал пирамиду в принципе есть вот такая маленькая такое способно ой 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 это раз во вторых не зря пирамидами делали что-то и древние люди тоже знали это два вот и получается что если брали ну если это правда ну уже сколько раз я об этом читал старые там помните эти тупые лезвия фирмы спутник наши отечественные питерская вложили туда они становились острыми что это означало вот босс лежит бритва тупая становится острой или это возврат времени молодости то есть ее на допустим пирамиде отсчет пошел в обратную сторону она же наточиться сама не могла без станка значит это время пошел в другую сторону видите сколько интересно но я бы этим посвятил бы жизнь если бы не был садоводом а я даже этого у меня она где-то лежит я давно уже забыл как когда наша местная это как ее назвать местные старосенцы настоящие старосенцы не вот эти вот выдуманные обвешенные всякими висюльками вот наша дама пожилая женщина я ей только рассказал по случаю Бахарева фамилия по случаю рассказал и про эту срочно Валера степь подальше несколько километров от города и закопай так где-то у меня и валяется но сильная вещь я сожалею почему ведь я мог испытать семена если бы она заряжает пирамиду воду так что у людей биополе увеличится пять раз это я проверял все у меня все посерьезно а потом жизнь я стал атаковым с этой жизнью до пирамиды а потом она где-то сейчас валяется чтобы найти ее надо полностью всю мебель разобрать так так что вот это вот насчет семена я поверю скорее поверить чем нет цитата из книги Казимина Дальневосущий Абрикос так речь идет о цитате продолжу все а вот допустим это цитата продолжу все же про Абрикосы для сравнения с той же книгой количество отобранных сельцев при искусственном опылении должна давать на выходе больше чем при свободном опылении да только я боюсь знаете мы сейчас не будем вот это все читать Алексей спасибо но мы почему потому что тут же плюс на минус тут же этот самый коса на камень посмотрите сами да должна дать больше сортовых сельцев при свободном опылении но менее этих самых жизнестойких термин не морозостойкий не зимостойкий а жизнестойкий понимаете да больше будет сортовых но меньше они потом просто попередох поэтому нету поэтому нету никаких вот может что угодно допустим читать может соглашаться не соглашаться все останется как было ученые будут заниматься искусственным опылением вот хотя их время ушло надо переходить на это на викторативную гибридизацию я буду долбанить свое вот у них за плечами государство у меня за плечами а когда а видно да вот и все хотя я считаю что я прав у меня за моим спиной сад а за я помните выкачивали сад поэтому сейчас вот это мы пропускаем вот у вас есть хорошая привычка но это потом кому надо прочтет встали так какую-то позу какую-нибудь вот посмотрим а пока извините я это вот в моей книге видите то есть гостерой книги это есть я просто здесь говорю спасибо что вы это все разместили кому надо то читать будет ну хотя бы один из сотни может прочтет я вынужден все это пропустить и помните я вам гостевой написал надо все-таки а или вам или другому товарищу распугаем всех этих нормальных людей потому что летчик космонавт пекарь токарь аптекарь они не обязаны все это знать так кто не будет привать тот будет играть татарею я уже наигрался это кто говорит ну-ка-ну-ка я уже наигрался буду вошли коту под хвост присылаю русский огород присылает русский огород в качестве подвоев рассылаю кисарцев и ответить на укорененная палка упала с такого яблоня уже оплодоносившая они всегда падают это не вопрос так что ничего особо не скажем это вы все же это все вы же да отсюда Алексей это все вы же отсюда такой вот цинизм если мои коски возьмете знаете что пределы полсотни косточек я даже не знаю вы пишите ли мне еще давайте я вам просто подарю ну жаль может не доживу до того времени когда вы откажете от своего мнения давайте так адрес помилю отчества напомните разговор я забуду через минуту вот и я вам высылаю полсотни косточек абрикос просто так и сам оплачу пересылку давайте у вас это если это вы же про разочарование да вот это вырастите мои здорово да хорошо это так вот это вот вы мне уже в этом писали что нужны цифры а не фотографии я отвечу здесь буквально в двух словах дальше читать не буду даже я не ученый у меня нет аппарата такого который будет ходить и считать как тебе 26 тысяч мне понравилось 26 тысяч да вы досчитайте до 26 тысяч у вас на это уйдет наверное несколько месяцев нет можете ошибаться вот а то есть получается как раз вы здесь разместили значит те слова которые я там написал вам в ответ в этой в гостевой книге на вас не падет то есть вы не согласились вы требуете от меня чтобы цифры я садовод любитель этот как тот актер погорелого театра с сгоревшим садом да вот у меня есть особое свойство качество которого присуще одному из миллионов вот вы знаете я вынужден сказать вот смотрите нарисовали точку на листе бумаги она может быть точка она может быть одной из трех точек который соединив получится треугольник она может одной из четырех точек а вы не знаете что нету еще не рисовали она может быть точка на круге она может быть точкой это самое одной из тысяч которая сложна фигуру она может быть параболой где-то вверху внизу она вот тут один результат она внизу параболой противоположный результат понимаете а у меня есть такое свойство только я получаю первое самое первое факт и он не вяжется с общим все прощая теория которую все знают, почему? потому что тут же самое складывается, у меня же сад есть я тут же все это проверяю и получается у меня с одной точки начинается потом целая теория и я к чему это все говорю? я говорю это к чему? чтобы вы поняли что конкретные цифры это подряд они не то что нужны и не нужны их не может быть в принципе помните мои слова самые главные слова для приватчика потому что я на стороне той Галины Черновой самые главные слова для приватчика вегетативные гибриды не повторяются и в этом их прелесть это хотите я вам приведу пример? хотите? вы хотели бы всю жизнь я как мужик рассуждаю с одной женщиной прожить? или все таки чтобы с двадцатью разными хотя бы попробовать? а? вам каждый сделали одну прививку получили гибриды сделали еще прививку взяли тот же самый косточку с этого же с этого же дерева с соседнего дерева взяли привой такой же с этого же даже с этой же веточки где первый вариант новый гибрид еще одну третий гибрид четвертый не повторяются максимально сблизить их можно только по железу по двое все с одного дерева привой по поколению за поколением надо же это все узакать с точки зрения то есть увеличивать генетическую совместимость значит взял уже с готового первого поколения веточку выросил второй поколения веточку опять взял со второго поколения выросил третья с третьего взял но опять на это же самое мы же не можем на одну косточку привить но это значит на соседнюю с этого же дерева пусть она годом раньше взошла и тогда получается хотя бы нечто похожее на гибриды вот все что вы мне хотели чтобы это я как бы тренирую чтобы рассказать это в следующий раз это так интересно каждое дерево гибрид никаких этих самых сортах речи как Курюнов сказал железов он не сказал отменил нет другое слово сейчас скажу железов ну короче если переводит отменил понятие сорт только он другое слово применил демонтировал нет в общем теперь получается ну я в лес не в свой огород со свиным рылом да а они давно перестали этим заниматься и мы говорим вот же готовое ведь вы знаете чтобы люди чтобы деревья проявляли качество новое им нужно жесточайшие условия это по Мичурину это он перенес жирную почву сад на бедную почву он не мог изменить климат но он смог изменить почву чтобы деревья выживали а я еще лучше мне повезло и в Сибирь попал а понимаете в чем дело каждое дерево получается гибрид оно напрягается оно должно чуть полегче прекрасные плоды чуть труднее плоды в два раза меньше зато их больше зато интересная тема спасибо вам Алексей так сейчас извините я не слаблю все что вы читали так может быть потом что-то использовать для следующего разговора иначе не закончим семечки в груши вишен выскакивают в коричневой оболочке которые не дают листьям раскрыться что делать так не сообразил семечки в груши вишен выскакивают в коричневой оболочке которые не дают листьям раскрыться я не понял Может просто вот усталости Листья Коричьи оболочки Не понял Бывает У нас в Краснодаре кошки страдают от жары Поливать не знаешь как Извалить боишься Пришлось присыпать кошки песком Чтобы хоть как-то выдержать влагу Во-первых Именно песок влагу не держит Мы это проходили уже Лучше землей Это раз Но только самым тонким слоем Это раз Во-вторых все таки У тех которые Которые еще в холодильнике начинают просыпаться У них максимальные шансы Вот увидела Потому что она точно взойдет И куда не денется А так да Я не спорю У того кто Я вам назвал фамилию Я вам показывал страницу Этой самой книги 6-8 сантиметров Или там Забыл 5-7 Забыл уже Но все равно глубоко Там всегда Лучше условие для кошки Отсидеться Она сразу не сгнивает Там влаги больше чем у поверхности Вот Перепады Плюс-минус там Меньше ощущаются Вот И она прокнулась и пошла Ну хорошо если в этот момент Когда росточек вылез Вы взяли Как-то умудрились Раскопать Чтобы все таки Эти Все медели были над землей Хотя бы А не под землей Если под землей Все Год 2-3 Ну сухой климат 5-8 Все равно сдохнет Вот Что оно и происходит Так И я понимаю Прекрасно Что когда я говорю Символическая прикопка Я знаю что Тут же обязательно минусы есть Ну в школе выросла Я же говорю Ну берите у костик побольше Ну вы не хотите Вы же думаете Взял Это минимум у меня 40 костик абрикоса Да Взял 40 костик И боитесь куда деть 40 деревьев Довольте Богу Пусть они в конце концов 5 будет Которые угадали Что и влажность достаточно И Как вы пишете И залить боишься Недостаток Но зато это будут деревья Навсегда И даже в Кубани Которые Уже совсем руку отпустили Так На каком расстоянии Русские располагать Чем гуще Тем лучше Лучше Надо больше покупать И садить погуще Природа Расставит на места Вот А конкретно Я представляю Дерево На Кубани Вот Если оно действительно Мощный абрикос То надо хотя бы 5 на 5 Хотя бы Но это конечный результат Кто вам мешает Посадить Не через 5 на 5 А метр на метр А потом думать Куда лишнее девать Продать Подарить И так далее Так Винограду В этом году Посмотрим на плоды Сенцы Жерделя Мелитопольского На 3-й год жизни Мне тоже интересно Вы же ближе к Украине Это ж оттуда Я привез Но уже не чистый Жердель Перепривит Этой весной 4 ветки Персиков Испортил я вас Испортил я вас Алексей Винограду Спортил Да Соображаете Ирина Вам пожелала Удачи Так Ох Как она нам нужна Пасенко Всем здравия Выслал я вам Сергей Посылку 2 персика 4 Самые сладкие Груши Абрикосы Какие Там умифаина Господи Там все не запомнить Так Сам лично Выкопал у себя Дар небес Потом Сергей Подарил еще Королевский Сергей Подарил Чернобаева Купил для вас 2 груши Забыл какие Они мои Но просто Ну как сказать Для разнообразия Пришлось у него купить Чтобы был больше вариантов И дикие груши И Китай И Господи Что тыщила В общем Посылку набил Так что Посылку не приняли Корни вылезли Аж наружу Почта послала меня Я бегом В эту Трансферкомпанию Аймли Воплотить Они Обмотали все Эти В несколько Слоев Как она называется Скотчем Или чем Короче Отправил У Ореха В районе Корневой шейки Сильно Разрослась Толщину Потрескалась Не знаю Что это Такое ощущение Что они Прекрасно И треснет В этом месте И переломится Кора Трескается И слазит Орех А какой Орех А Правильно Что за орех Я в орехах Небольшой специалист Знаете Я всегда Мне настолько Я набрал Несколько лет назад Семена Хотел вырастить И продавать В этой Голубой еле Ни хрена Не понимал Ну думаю Все таки Надо Это же серьезная работа Это профессия Я давай Покупайте землю Специальная Такая Только в ней Купил Второй вариант Жирная земля С чем то Купил И наконец Третий вариант А я же не могу Без этих экспериментов Я просто взял Свою беднейшую землю Копнул И короче В трех этих самых Контейнеров Посеял эти Самые Семена И взошли все А так Пугали Что семена Голубой еле Не всходят У меня все взошло Я их давай По этим По коробкам Но это ладно Теперь Это что касается Просто для примера Привел Так Вот Орех Манджурский Человек Засвитировал Как все За два месяца До весны Весной высадил Отчасти Этих самых В это Прямо осенью И сразу В эти коробочки Из-под Из-под молока Сразу Посмотрим Может там Пересаживать Придется Практически Все взошли То есть Никаких хитростей Никаких статей Пишут Побольше Нам работает Придумать Так Покупка Саженца В интернет Питомниках Тащий лотерей Сверхи Сверхи Один Ну что такое Вот У вас получается А 0,1% Это получается Один из десяти тысяч Да Может выжить Знаете Есть такие места Сверх удобные Их называют Тепловые подушки Может пожить Только в самом Питомнике С хорошей репутацией Можно брать И то приезжать Выкапывать самому Потом сам питомник Максимально Обрубает корни Не жалеет В ком земле Вам отдать Да Совершенно верно Я когда Выкапал В коме земли Не было еще Горшков У меня земля Просела Лет за 10 Сантиметров На 15 Так Ирина Грецкий Сейчас К сожалению Выставить не могу Алексей Если вы Разбираетесь Подскажите Что такое Разбирайтесь Я специалист Не специалист По грязским Ирина Так Заградов Ирина Спасибо Алексей Л Есть в этой ленте Отличная упругость Предложил В лучший вариант Притом Предложил Что А это вы Да Присылали Что он дешевле Отлично Вяжется В конце Да Это верно Не скользит Даже снятая весной Не оставила Перетяжек Знаете Если То есть Вы остались При сомнении Что это Я не ругал Я просто считаю Что моя лучшая Укругость Лучшая А это Наверное Вы и прислали Но Извините Памяти нет Я просто Помните Я кому-то написал Может вам Что Где-то Среагировал Я среагировал Неплохая Но это лучше Помните Ту сопли Которые Применяются В сантехнике Вы еще и умудрились Вот Я показывал Ролочек белый Как сопля тянется Вот Ролочек белый И Привычно Что Две стороны Заточены То есть На самом деле Вот это Набор мне Подарили Я и то И то Забраковал Вспоминайте А ваш Если бы вы говорили Об этой рынке Я не сильно ругал Я наоборот Даже похвалил Она крепкая Надежная Но Та Которая А это То ли Полихова Видел И то И то Просто Разновидность Теперь И дело в том Что еще Я вынужден сказать Я показывал Не раз На деле Я вот сейчас Проводил Эти дни Прививки Мне так обидно Кто-то должен был С Академии наук Приехать Вместе с этим И с этого С Минпроса Или как он Привезти Опытного Режиссера Опытного Ведущего И еще Съемочную группу И я бы Вот те же Прививки Я бы показывал Помните Я должен был бы Показать так Чтобы Учили Студенты Потому что То чем их научат Это все херня Лучше же увидеть Чем Каждого будет Тот преподаватель Учитель Он сам еще не умеет Повинайте Они же не учат Ни черта Привать По-настоящему А когда я делаю Прививку Три к одному По толщине Я беру Свою ленту И вот так Почему? Потому что Она толстая Потому что Вот такой крин Потому что Вот здесь Неровности Я должен Только силой Вот этой Страшной силой На пределе порыва Устроить Чтобы Прилипла На конце Вот видите Пальцы разные Сдавить так Чтобы она Слиплась Так Чтобы не было Чтобы Кара с корой Чтобы камби с камби Вот За это Может сходить за ней Показать еще Вот Ну в общем Вы поняли Чего Лента Которую поддаем Вы сахарную Теперь так А вам все равно Спасибо Благодарю вам Удалось Эту тему раскрыть Так Теперь Вот это Вот Так Ну Вольно Невольно Реклама Так Ничего Не буду я Больше ничего Эту тему Продолжать Кому надо Посмотреть Сравнять Сами Так Теперь Вера Можно ли По побегам Почкам Без листьев Определить Вид растений Без листьев Ну я абрикос От персика Отличаю Эти-то Без черта Не отличают И я вам Еще несколько сайтов Помните Показал Которые путают Абрикос Персиков По побегам Отличить смогу Я могу Отличить грушу От яблони Я могу Так Чуть На ощупь Отличить Сорт Яблони Допустим Жигуревская Это серная Синапа Настолько Почки Разные Но это Приходится Времени Просто Зимой Савчера Ваши Семена Весной Посеяла На шестиметровую Гряду Многие Обзошли Выросли Ого Абрикос И сливы Груши Ужас Потерял С кем Посадки Сыря Получил От мастерики Надо приватить Знаю Кто Ди сидит Да Давайте Подробное Фото Будем Разбираться Что Еще Скажу О Алексей Легко Он Тоже Написал Мы С Алексеем Как Два Сапога Вот Теперь Здравствуйте ВК Прививка Пень Привойные Черенки Между черенками Остается Открытый Разлом Не опасен Что с ним Делать Опасен Но Все-таки Мы Когда Поставили Две Прививки Вот Ой Я не знаю Ну В принципе Заканчиваем У нас Еще даже Время Есть Показать Вам Это Не знаю Могу Я вот так Сделал Смотрите Вот Это Вот Моя 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 Архив Сейчас Это Прививки Так Кстати Единственное В своем Вроде Он должен Где-то Быть В этой Библиотеке Академии Наук Жак Что Об этом Не надо Смотрите Где бы Нам найти Такой Где бы Нам найти Такой Вот Здесь Довольно Толстоватый Да Вдруг Смотрим 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 Вот тут Серь Должна Быть По-моему Ага Вот Вот Она Значит Торцы Замазили Раз Здесь Я пробовал Палочкой Допустим Спичкой Не то Я все-таки Беру Захватываю Немножко Варбу Горкова Замазываю Естественно Здесь И пальцем Проталкиваю Внутри Я перекрываю Только Вот эту Серь Да Проходит Время Фактически Сращение Идет Вот тут И вот так Получается А потом Утолщение Идет Я не думаю Что это здорово Но не смертельно Вот ответ На ваш вопрос Так Теперь По-другому Назад вернуться А Мы не тут Были И не тут И не тут Антон Ульевич Выручай Кажется Я Выб А Ну-ка Может быть По-другому Назад вернуться Это убираем Так Это убираем Боюсь Ну-ка Так Ну что Я не знаю Как надо Отвернуться Я вообще Не знаю Серьте У меня Теперь Или нет Так Спасибо Антон Ульевич Ты настоящий Друг Поехали дальше В общем Поняли Дырка Остается Но не смертельная Так Яковлева Меня тоже Интересует Прилевка Пень Шестилетнего Абрикоса Абрикос Подбойный С мелкими Плодами Листья Скручивались Переяли 29 лет От земли Привили Два Членка Амора Ну Конечно Лучше бы Смотреть По фотографии Шестилетний Абрикос По моим Меркам Он уже Занимает Объем До второго Этажа То есть Поздновато Но он может Быть Ваши Шестилетний На самом деле Ну Хотя бы Вот такой В таких случаях Я говорю Ну уж Раз совсем Уже Поторопились Пилить Но уже Тогда Хотя бы Под кору Потому что Под кору Можешь Шесть штук Натолкать А вот Получилось Две С этого Края С того Края А в середине Пусто И получается Что Середка Начинает Гнить Если он Сильно Толстый Ну Видите Я не готов Ответить Это надо Опять Искать Такой Вариатов Ну Таких Вариатов Нет Я бы Все-таки Под кору Пень Но под кору Но тогда Возникает вопрос А зачем Мы вообще Спилили Ведь там Наверное Как раз Он такой Шестилетний Там Можно было Найти Пять Десять Почти вертикальных Веток И привить Каждый из них Я показывал Такое Зачем У земли Зачем Это я понимаю Про садельное хозяйство Иногда С дуру Какой Пень Вот такой Вот И давай Его перепривать Да еще Лежит Вот так Да еще Вот такой Вертикальный Во Я смотрел Но я думал Да что вы Учите Для людей Так Теперь В открытый Пень Ставь Несколько Черенков Ставь Несколько Черенков Чтобы закрыть Зазор В общем Ничего Это В принципе Не даст Что замазать Что несколько Черенков Они все равно Не приживутся Вот Я бы подождал Пока Тащит новый скелет И переприл скелет Да Можно и так Но жалко Годы терять У нас На Алтае Была очень свежая зима Очень много Сильно Поломанных деревьев Кусар Отделевает отчаяние Чем уже пол деревьев Ну В двух словах В общем Сво деревьев Особенно Если они Выращены По стандартной схеме Имеют штамп Даже Привитые То есть Все это Ты-ты-ты-ты Все это Отрезается Вот И получается Рычаг Архимеда И эти деревья Падают Когда хотят Деревья Которые Не имеют штампа Все-таки Приниженные У них другая беда Как полностью Сыпает снег Полностью Или вы еще Ни на горе засыпали Я это проверял Или целиком С верхушками И потом Когда снег Садится Он его Прилипает И давит Все массы И ветки Ломает 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 Бывает И штампы Ломает Но почему Это вот так Такой Змейки Вот это Две крайности Значит Естественно Оставляем вариант Что Верх Ограничим Я Не дошел До этой До Этой темы Она сегодня Должна была быть Но я не мог Быстро говорить У меня свои Понятия Как надо Рассказывать Еще раз говорю Я готовлю Материал Для будущих Этих Поколений Так вот Получается Что Дерево Непривитое Она в штампе Мель Непривитое И никогда Не будет Привитое Ее все равно Ограничить В росте Чтобы Отрезав Верхушку Она распросталась Так И непривитое Она крепкая Считается Отрезав Лихушку Часть Кроны Не отряд Убакуя Ветки Моя Боже Просто Получается Мощное Кольнастое Дерево Если Привитое У нее Ветки Еще Ниже Они Прямо На земле Должны Стериться Но Теперь Надо Чтобы Они Не ломались Потом Они Уже Ломаться Не будут Когда Пройдет 3-4-5 Лет А первый Год Два Да Они Хрупкие Их Может Просто Сломать Снег Садится Он Тяжелеет Цепляется Заветки Их Ломает Как Будет Середину Ищите Сами Так Много Поломанных Деревьев Это беда Конечно Брал Косточки Уже Прил В этом Году И Косточки Тоже А То есть Я вам Предложил Косточки И вы их Уже Брали Если Вы То Алексей Я Сейчас Не знаю Денис Или Мокрую Туалетную Благу Без Красителя Закрой Изоленты Садоваром Не надо Так Ну Я не буду Спорить Допустим Дениса Может быть Своё Мнение Может Свой опыт Вот Поэтому Это самое Ничего Не отрицаю Никогда Не спорю Там Где Что-то Я сам Не делал Я учу Только Там Сам Умею Так Про Гибриды Понятно Просто Мысль В том Что Выход Товарных Саденцев Выше Прививка А Насеянцев Естественно Только Плевать Никто Не умеет Ну Вот Возьмите Вы Дочитаю Тема Обширная Надо бы И посвятить Идельный Вебинар Посвятим Только Посмотрите Прошлый раз Была К этому Оставало Семьдесят Семьдесят Человек В этом Году Два Раза Еще Один Два Раза И Мне Некому Будет Посвящать Понимаете Посмотрим На следующий Вебинар Состоится Раз Обещал А там Видно Будет Так Теперь Есть у меня Интересный Гибрид Сеянцевый Назовай Дюк Косовка Крупнее Чем У самых Крупных Южных Серешек Ух ты Разножается Коленевая Тотка Лис Как у Вишни Плот Как у Серешек Ну Что Вы У нас Самый Такой Ищущий Из Ваших Найденных Вами Эти Не Вы Сами Выводили Этот Гибрид Как Я Понимаю Вот У нас Был Такой Товарищ Был Почему Потому что Давно На пенсии Бескобила Ученый Кандидат Наук Всего Работа Была Искать Готовая Готовая Он А он Знал Где Спецфер Готовая У него Было Это Досье На сотни Садоводов Ключая Меня Вот И вы Как бы Любитель В этом Деле Так У меня Ваша Лента Час Орвалась Слишком Ага Все Наверное Лимит Времени Сеанса Истек Соединение Будет Закрыто Все Ладно Кто-то Нас Ограничил Слышно Или Неслышно На всякий Случай До свидания Друзья До Следующей Субботы Субботы